Ежегодные соревнования по дартсу в период весенних каникул уже традиционно приняла на своей базе 20-я средняя школа имени Карбышева. Участниками турнира стали 15 команд из 7-х и 8-х классов Ленинского района города Бреста. Соревнования проводим в три этапа. Разделили учащихся на три группы. Каждая школа состоит из команды в количестве четырех человек. Все отмечаются сладкими призами. По итогам соревнований будут подведены итоги. И в понедельник в администрации Ленинского района первые три призовые места будут награждены благодарственными письмами и грамотами. Мы все вместе с многопрофильным центром детей и молодежи, с комиссией по делам несовершеннолетних, с инспекцией по делам несовершеннолетних, а также учреждениями образования мы можем объединить наших ребят и предложить любой досуг для того, чтобы они были заняты и действительно имели выбор. Самый главный правильный выбор. А свой выбор участники соревнований сделали в пользу активного образа жизни и здоровья. Ведь дартс развивает крупную моторику, двигательное качество, глазомер и ощущение пространства. А с 2002 года даже получил звание международного вида спорта. В популяризации у нас идет здоровый образ жизни и можно сказать, что те дети, которые занимаются, они большую часть времени проводят именно в школе и они всегда под присмотром. И меньше всего они делают, получается, проходят правонарушения. Дартс переводится с английского как дротики. Это игра, которая зародилась несколько сотен лет назад на британских островах. Первые дротики были из дерева со свинцовым наконечником. К ним крепился пучок из перьев индейки. Сегодня мастерить ничего не нужно, а вот основное правило – набрать максимальное количество очков по-прежнему неизменно. Сделал результаты лучше, чем ожидал. Там было три броска по три, получается, в сумме девять. Ну, я все попал. Я надеялась, что я попаду прямо в центр, но получилось, что левее попало. А так игра классная, мне понравилось. На каникулах очень скучно и очень классно, что выделили такое крутое мероприятие, соревнование по дартсу. Я очень рад. У кого-то из ребят получилось лучше, у кого-то хуже, но ведь не это самое главное. Важно то, что они завели новые знакомства, с пользой провели время, зарядились хорошим настроением, чтобы после каникул полными сил приступить к учебе.